Всем привет! Кошечки, зайчики, девочки, мальчики! С вами я, Ангелина! Всем добрый день, мои дорогие! Сегодня у нас мукбанг! У меня обед, сейчас покушаем, отвечу на кое-какие вопросы. Мне прилетела весенняя эстафета, я немножко тут вам видео цветочки поставила, они у меня на кухне стоят. Но это искусственные цветы. И вот такие ушки одела красивые. Это у меня дошулькины с цветочками. Весна, 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 цветы, цветы. Луна, луна. Короче, у меня на мукбанг спагетти по-флотски. Взяла немножко оливочек. Что такое тут? Вот. Оливочек чуть-чуть взяла. Ну, так для аппетита. И огурцы с капустой, салатик лёгенький. Вот. Эстафета мне пришла. Значит, с канала «Семья Нагорных и наша жизнь». Мои, они с Башкирией тоже, мои земляки. В общем, но перед этим кое-что, пару слов хочу сказать о случившемся, о скандале у меня там с каналом рисовой жабы. Вот. И её вылезли тут, знаете, получается, её слизняки из всех клоак, из всех болот повылазили. Значит, у меня на канале устроили, знаете, дебош какой-то, апсёр и так далее. Естественно, у меня, знаете, я обращаюсь сейчас к хейтерам этим, и кто будет суваться, писать какие-то гадости. У меня времени много. Во, получается. У меня времени до хрена. И всех я буду удалять в бан, дорогие мои. Вон, срите на канале рисовой жабы, сколько хотите. И то, также, на тех, кто оскорбляет, не то, что там, ну, оскорбление вообще личностного характера, те будут, ну, короче, на них жалобы будут отправлены. И, в конце концов, YouTube заблокирует этих пользователей. Вот и всё. Так что, рисовая жаба высказала тоже там видео, сняла своё мнение. Ну, она меня оскорбляла, конечно, там. Хотя оскорбления я ей, ну, никакие, какие я оскорбления называла как-то, какими-то такими словами. В общем, что она себе там надумала? Человек больной, зачем так нервничать? Невроз может начаться, и потом будем пить компот за упокой. Понимаете? Зачем она так нервничает? Всё, расстались и расстались. Ладно. В общем, ну, это я предупредил, хитрюк. Вот. Ну, ладненько. А, насчёт диеты. В конце видео вставлю, я сегодня взвесилась. Я вчера вообще, ну, поела один раз в день, немножечко разгрузку сделала, потому что в пятницу был пивасик. Вот. А потом роллы у меня были. Немножко съехала я с диеты. В общем, сегодня взвесилась. Я, получается, 77,3 килограмма вешу. Я сбросила 2 600, но это, я думаю, нормально. Там, получается, что у меня до пятницы я. Ну, и вчера ещё. Вот. Так что, ладно, всё. Давайте о весенней эстафете. Так. Первый вопрос. Первый вопрос. Что думаете о коронавирусе и вакцине? Ну, о коронавирусе, что я могу думать? Он есть, существует, я с ним столкнулась. У нас в городе как-то уже не так напряжено по поводу этого коронавируса, и по поводу всего этого карантина. Сколько раз захожу в больнице, уже многие ходят без масок, и в магазинах тоже люди. Что-то вообще, в общем, расслабились. У нас всё открыто. Недавно общалась с человеком, она за границей живёт. Вот. И у них вообще закрывают город. Она сказала, что очень много заболевших. В общем, в каждом городе по-разному. О вакцине, что я думаю? Ну, неоднозначно. Не знаю. Вообще, многие говорят, что нашу вакцину, ту российскую, мало как она и не испытана так хорошо. Никто прогнозы никакие не даст. В общем, кто что говорит. Также, вот, тоже у меня брат приехал и разговаривала с ним. Он говорит, а с чего ты взяла, что многие же говорят, что антитела, они полгода держатся в организме, и потом якобы пропадает. Он говорит, что у всех по-разному. Ну, и вообще, в общем, насчёт вакцины, не знаю, неоднозначно. Как-то и не за, и не против. Ну, вот ещё раз говорю, общалась с человеком, знакомым. И она хвалила, что вакцины американские очень хорошие. Ну, вот. Ну, и говорит, что якобы российские тоже о них не так плохо отзываются. Так что, не знаю. Делать, не делать, это право каждого. И как-то мне судить об этом. Я-то уже переболела, но не факт, что, говорю, антитела будут держаться. Так, второй вопрос. Кто вы по профессии? Я по профессии лаборант-эколог. У меня в дипломе написано лаборант-эколог. Хотя, ну, как считается, лаборант химического анализа. Училась я здесь, в Салавате, в колледже. Потом, когда закончила учёбу, уехала в Усинск. Ну, на север у меня там родители жили. Но я уехала не одна. Мы уже встречались со своим первым мужем здесь. Он со мной поехал. Вот. И хотела поступать я в институт Киров на эколога. Инженер-эколога. В общем, не сложилось с тем, что я устроилась на работу довольно-таки, ну, быстро я нашла работу. И я всё, подожди, подожди, думаю, годик поработаю. Ну, какой-то стаж на работу. А то, получается, вот ты сразу пришёл на работу, и тебе идти учиться, уезжать на сессии. А у нас была нехватка людей. Ну, и как бы вот, в отпуска многие уходили. Как бы, не было людей, чтобы тебя отпускали ещё. Вот ты только новенький, и сразу эти ученические. Думала, годик поработаю, потом поступлю. А получилось так, что я уже потом вышла замуж. Потом забеременела, в общем. У меня сын родился. И уже, короче, не пошла я учиться. Потом дальше продвигалась по рабочей лестнице. В общем, как 18 лет устроилась на работу, я постоянно работала, в общем. Потом лучше работу предложили. В общем, как-то так. Так, третий вопрос. Есть ли у вас дети? Ну, вы знаете, что у меня есть дети, кто новенький. У меня сын, ему 17, и дочка, и 6. Так, четвёртый вопрос. Строите ли вы что-то? Или обустраиваете? Переделываете интерьер? Нет, строительством мы не занимаемся. Мы живём в квартире. Если бы жили где-то, ну, в посёлке или что-то, потому что, естественно, там что-то занимались бы, строились бы, дом свой. Пока не планируем. Но вообще, строить дом очень тяжело. Самому-то, естественно, там бригаду нанимать или чего-то. В общем, если бы даже будем покупать, то, ну, как бы уже готовый дом не строить, а если готовый дом покупать. А так, я один раз в жизни делала ремонт. Вот, вообще, вот, нет, не моё. Я, короче, прокляла там всё на свете. У нас ещё квартира одна есть, однокомнатная. Вот, и решили мы там поклеить обои в коридоре с мужем. И, получается, обдирали эти обои оттуда столько вот этой, ну, как бы обоев этих кусков. Это я всё вытаскивал эту грязь. Короче, я замучилась. Я сказала, нафиг надо, блин, не люблю, ненавижу это делать. Ну, есть люди, которые любят. У меня у мужа мама, она постоянно, знаете, раньше, ну, сейчас она болеет, уже возраст. А раньше она постоянно, знаете, передвигала мебель, что-то делала, вот, постоянно эти обои меняла. Вот у неё, знаете, маниакальные, такой вот, любит она это всё менять. Сейчас просто по состоянию здоровья пока не может вот это всё делать. А я, нет, я вот как-то не люблю вот эту всю движуху, передвижуху. Даже вот вспоминается здесь, в этой квартире, когда делали пластиковый балкон, там разбомбили нам эти строители, когда монтировали это всё, бетон там всё долбили. Это потом, знаете, такой мусора столько было там, это ужас, маму не горю, ещё лето было, жарища. Это и в зале пылища такая была, потому что нам всё летело. В общем, мне приходилось мыть всю квартиру, они же ходили и в коридоры, и туды-сюды. О, это ужас. Пятый вопрос. Что для вас весна? Весна, весна, весна для меня, весна для меня любовь, весна для меня всё живое, оживает всё, природа, цветы, я не знаю, тепло, как не хватает теплоты, потому что у нас сегодня утром был морозец, когда Дашь в садик отводила. Так что весна для меня это жизнь начинается, потому что зимой оно как-то всё затухает, загасает, это уже не то. Так. Шестой вопрос. Любите ли вы весенние цветы? Какой самый неприхотливый цветок? Конечно, я люблю весенние цветы, мои любимые подснежнички. Но у нас здесь это... Вообще, я не видела, конечно, чтобы их продавали. Вообще же, это как в Красную книгу занесён цветок, если в лесу. У меня, помню, отец что-то на рыбалку ездил там и привозил. А так мне очень нравятся, они так пахнут просто вообще обалденным. Ещё ландыши люблю. Беленькие. Такие они красивые, нежные. Вообще, самый неприхотливый цветок это кактус. А что на ум-то? Ну, кактус. Его редко надо поливать. Я вообще забываю. У меня мама цветочница, она очень много у неё цветов. Дома вообще. Она коллекционер. Она там любит с ними ковыряться. В земле вот это... У меня дома тоже есть цветы. Ну, такие, знаете, чтобы... У меня ананас большой растёт. Вот сажали, знаете, этот авокадо. У меня вырос большой. Вообще, вот, ну, огромный был такие листья. Но прошлой зимой он что-то помер, короче. Вот так жалко мне его было. Не знаю. Может... Может, на подоконнике стоял открывали, окно там проветрили. А так люблю я, знаете, зелёные такие. Вот, говорит, пальмы, ананас. Вот мне нравится. Банан у меня есть. Сейчас мама его пересадит. Он дал отростки. Банан с такими большими красивыми листьями. В общем, как-то так. А сама я вот сажать, не знаю, не люблю. Может, был... Я говорю, была бы своя земля, я там, может, научилась бы. А так я... У меня огорода у нас нет. Не сажали никогда. Так. Седьмой вопрос. Есть ли у вас автомобиль? Какой? У нас есть, да, автомобиль. Это у нас Ford Focus. Так удобный автомобильчик. В хорошем состоянии. Летает быстро. Мужу нравится. Но не нравится то, что низкая более посадка у него. И если куда-то за грибами ехать или, например, там, на рыбалку, то задеваешь всё это дном. Да и вообще, как бы, на бордюр там вот не залезть. Ну, не знаю, может, через годик, полтора, через два. Хотелось бы, ну, побольше машину, повыше менять. Посмотрим. Поживём, увидим, что загадывать. В общем, так вот. А так пока устраивает всё. Так. Восьмой вопрос. Какое у вас хобби, кроме Ютуба? Кроме Ютуба у меня нет хобби. Кроме Ютуба, у меня Ютуб основной хобби. Шить я не люблю. Вязать тоже. Не люблю кропотливую работу. Не знаю. Я как-то училась спицами вязать. Ой, не спицами, крючком. Там что-то получалось у меня. Хотя мама у меня вообще вяжет классно. Но мне неинтересно как-то было. Ну, шить я умею. Там на машинке, если что-то подшить, это я могу всё. А так, чтобы там кроить, шить, нет. Так. Девятый. Как вы себя поддерживаете в трудной ситуации? Ну, если у меня какая-то такая ситуация трудная, то я могу поделиться с кем-то, позвонить, поговорить. В общем, какой-то разговор меня успокаивает. Там, позвонить мужу или подруге. В общем, кому-то из близких. Обговорить. Человек может там... Ну, я, конечно, там всё начинаю нервничать. У меня какая-то там ситуация вышла. То потом я, когда поговорю с кем-то, я успокоюсь, выслушаю, в общем. И как-то так потом успокаиваюсь, и всё. Так, десятый. Как вы начали свой канал? Ой, я, по-моему, рассказываю. Ну, ладно, ещё раз. Ну, как там? Ну, как начала? Вообще, Ютуб, у меня, говорю, Даша начала смотреть в детстве. Детских вот этих видео. Ну, и потом я всё говорила, об этом говорила. Но я не заводила канал. У меня муж говорит, заведи, заведи. Я говорю, ой, всё собиралась, что-то, короче, собиралась как-то. Долго, наверное, больше года я собиралась создавать канал. Потом как-то она в канал-то я создала, там выложила. Дашка поёт у меня, самое первое там видео. Смешно она там пела. И, в общем, как-то пошло-поехало. Вот, вот, в общем-то и все весенние вопросы. Передам я четырём каналам, потому что хотела трём, думаю, не могла выбрать. В общем, первая Галина Иц. Второй канал Елена Курпас. Третий Татьяна Кремлёвская Мукбанк. И четвёртая Пышка Милашка. Девчонки, ловите весеннюю эстафету. Отвечайте на вопросы, интересно будет послушать вас. Ой, на солнце, вон, видите, у меня в окно. Сегодня хоть солнечно, блин. А вот, знаете, всегда, когда морозит чуть-чуть. Ну, вчера таялась, сегодня вот подморозила. Когда уже это тепло, летом, можно будет в лес поехать, на природу, побегать по полю. С Дашунькой поиграть. Мячик. Блин, так классно. Вообще, в четырёх стенах я вообще уже, говорю, два месяца почти сижу. Потому что, ну, когда с мужем мы везде мотаемся, ездим. А так два месяца тут сидишь в заключении как будто. А, ещё, ребят, хотела вам фильмец посоветовать. Короче, научная фантастика. Интересный фильм. Я так удивилась, что 97-го года фильм может быть прикольный. Там знаменитые актёры снимаются. Фильм вообще отснят интересно. Ну, то есть, на уровне... Короче, снимается Ума Турман и Джудлоу, актёры. Называется Гаттака. Может, кто-то смотрел? Ну, классный фильмец. Кто хочет, кто любит киношки, научную фантастику? Ну, не ужас, там ничего. Романтика и научная фантастика. Очень интересный фильм. Ну, на одном дыхании. О, покушала. Вкусненько. Ммм, я сегодня серёжечки одела такие, думаю. Это, короче, серёжки. Получается, покупала я... Ну, наверное, у всех эти индийские ярмарки-то приезжают. Город. Индусы. И вот на индийской ярмарке у них, кстати, очень красивая такая эта... Бижутерия всякая. Кольца. У меня, кстати, вот к этому набору ещё кольцо есть с камнями голубыми. Это, наверное, искусственные эти топазы, типа. Вот. Это даже, наверное, не серебро, но они сказали, что серебро, но вроде не темнеет. Не знаю. Вот такие серёжечки. Ладненько. Начало недели, понедельник. Всем удачи на работе, дома, в жизни. Всем здоровья, счастья, любви. Весеннего настроения. Всем пока-пока. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.